Продолжим грамматический разбор Суры Зальзал Сотрясение. Мы разбирали аят «Яумаидзи яснурннасу ачитателли юрау а'амалахум» и провели «яраб», то есть подробный грамматический разбор словосочетания «ли юрау», сказав, что «лям» — это «харфуджер», «ярау» — это «фиалан мударюан», «мабнив лил мачуули», «мансубан бихазд феннуони» и т.д. «Валвау» — это «наебы л-фаали», «дальше ва анвума дахалат алейхи» «фи тауэлл мастри», «фи махалли джарм биллями» и т.д. «Вал джару ва л-мачуруру», то есть «лил ирааати», «мутааллихун би ястару» состоят в смысловой связке с глаголом ястаром. Мы подробно поговорили обо всем этом. Мы остановились на словах «а'амалахум». «а'амал» — это «маф'улен бихи» — прямое дополнение, а точнее «маф'улен бихи» — второе прямое дополнение глагола «юрау», так как «юра» образован от «ароа юрии» в основе «ароая юрии» — порода «аф'аль юфля». Какие изменения здесь произошли, мы поговорим об этом, иншай Аллах, в части серфа морфологии. А «ароа» — «ароа» в основе это у нас «фиалун ятараддалиль маф'улейн» — глагол, являющийся сам по себе переходом к дуум прямым дополнениям. «варруйя тухуна басариятун» — «басариятун». «Басариятун» — видение, обозначаемое здесь глаголом «мира» — это видение глазом, а не сердцем. «лейсаткальбиятун» — значит глагол «ароа юрии» будет иметь здесь два маф'улен бихи, два прямых дополнения. «ятараддалиль маф'улейн» — ленна муджарра даху раа бима'на абасара. Так как его перообразная форма, то есть трёхбуквенная форма раа, его корень раа, «ятараддалиль маф'улейн» — являясь переходом к одному прямому дополнению, когда этот глагол употребляется в значении «абасара» — «видил». «убинаклихи илабаби афали» — «сара ятараддалиль маф'улейн» — когда глагол «раа» преобразовали в породу «афалин», то есть добавили в начале «хамзу» и сказали «ароа», а «раа» — его основе, он уже стал переходом к дуум прямым дополнениям, как того и требует правила арабской грамматики. Итак, в основе у нас было «ясудару насу ли юрия хумуллаху амалихум» — «люди выйдут из могил, чтобы Аллах показал им их деяния», то есть «воздаяние их деяния» — «я'ни джазаа а амалихим» Где у нас «йюрии» — это у нас глагол «ху» — это у нас «маф'улбихи» — первое прямое дополнение, «аллах» — это у нас «исмульджалалит» — это «имя величия» — это «фааль» — действующее лицо, а «а амалихум» — это «маф'улбихи» — второе прямое дополнение. Но когда глагол «арая юрия» поставили «средательный залог» — «индобиная» — «фааль» — «лиль мачхули» — «лиль маф'ули» — «урия юра» — «урия юра» — «произошло изъятие фааля» — «удаление фааля» — «т.е. имени величия Аллах» «вот тамма хадфу «фааль» — «ллизи» — «хуасмульджалалити Аллах» — «вайкама тиль маф'ули» — «аввали макама» На место удаленного фааля поставили первое прямое дополнение, т.е. «аддамир» — «хум» — местомение «хум» «аль-мутамастль» — «хуна фил фи'али бил-вау» — «выр» — «выр» — «выр» — «в» — «в». Значит «аль-вау» — «най-бил-фааль» — это имя, замещающее фааль, действующее лицо. Оно же являлось первым дополнением изначально. Удаление фаала здесь никак не повлияло на смысл, ведь и так понятно, кто это, кто им покажет их деяния, что это сделает Аллах. Здесь невыно акцентировано на то, что им покажет их деяния, что им придется держать ответ за свои деяния, за содеянные. Значит, как мы и сказали, Амали – это у нас мафул бихи фил ха-кикты, это у нас мафул бихи тайнен фил ха-кикты. На самом деле второе прямое дополнение. Мансубан поставлен в состоянии нас в винительной падеже. У Алямута нас в бихи признак падежа нас в этом имени. Аль-фатхата злахирату аля ахри, явная фатха на его конце. Амали является мудафом, первым членом зафетной связки. Валь-хау мин хум, ахау в славе хум. Это у нас домир муттасан, слитное местмение, мобниу аля доми с неизменяемым кончанием с домами на конце. В махале Джаринбель мудафы поставлены мудафом, славом амал на месте падежа, родителям в падеже. Валь-мимус саакинута ас-сакунирун на мим на конце, это алямуту джаму аль-музаккари. Признак множественного числа мужского рода, мобниу аля сакуни с неизменяемым кончанием сакуном на конце. Ла махалалу хуминал-иараби не имеет места в падеже. Аллаху алям.